Дайджест недвижимости Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год истек 1 декабря. ФНС напоминает опоздавшим, что несвоевременная уплата влечет начисление пении и принудительное взыскание недоимки через суд. При этом должники должны будут уплатить госпошлину в размере от 200 рублей, а в случае направления исполнительных документов в службу судебных приставов – исполнительный сбор в размере 7% от подлежащей ко взысканию суммы. Он составит не менее 1000 рублей. Дайджест недвижимости В Кировской области утвердили норматив стоимости жилья на 3 года. Документ касается стоимости жилой недвижимости в городских округах региона. В нем зафиксирована цена квадратного метра. В зависимости от района области она варьируется от 21 до 30 тысяч рублей. Самый высокий показатель – 30 150 рублей за квадрат – установлен для крупных городов – Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского, Вятских Полян и Котельнича. Такая же стоимость утверждена для Слободского и Чепецкого районов. Для части районов области установлен норматив в 24 тысячи рублей, для некоторых – в 21 135 рублей за квадрат. Ранее норматив по стоимости квадратного метра жилья приняла администрация Кирова. В четвертом квартале этого года она составляет порядка 33 тысяч рублей. Напомню, норматив стоимости жилья используется для определения размера субсидий, которые получают граждане по программам обеспечения жильем. В расчетах учитывается только стандартное типовое жилье эконом-класса. Дайджест недвижимости. Офисы для начинающих предпринимателей со скидкой до 60% от рыночной стоимости предлагает муниципальный центр инноваций. В учреждении есть несколько помещений, выставленных на конкурс для заключения договора аренды, сообщает сайт администрации Кирова. Площадь офисов различна от 12 до 19 квадратных метров, а стоимость аренды в первый год работы для представителей малого бизнеса значительно ниже рыночной. Подробную информацию можно получить по телефону 660138. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.